парковка 30 минут бесплатно час 200 сутки 700 рублей также как я вчера заплатил 700 копеек парковка подземная и сразу выход подъемником принципе офигенно удобные машина стоит теплом боксе а Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая вот штука для эвакуации пострадавшего. Двое лыжников, спасателей на таком девайсе перевозят пострадавшего человека вниз. Ну или с того места, где он пострадал до места оказания помощи. Двое лыжников, спасателей на таком девайсе перевозят пострадавшего человека. Продолжение следует... день 3 катания сегодня наконец-то открыли высоту 2 200 в общем первый раз залез на 2 200 красные трассы новые трассы обалденно погнали ну что сказать ребятки спуск первый спуск с 2 200 конечно сделал мой день сегодня огонь просто бомба адреналин дубасит по-сумасшедшему красные трассы вертикальные четко четко даже страшно кайф вот так мощная порция плова спуск с 2 200 красная трасса я вам показывал носилки для эвакуации пострадавших вот буквально полчаса назад вот с этого склона трасса идет вот так и вот с этого склона вертикально чувак на борде пошел и вот здесь внизу сорвался упал прямо трассу в красную короче вот здесь срезал и упал в красную трассу сломал себе бедро его как раз на таких носилках двое лыжников спускали на 1460 зрелище такое невеселое как-то так основной стол красной трассы идет природик нормальный не сильно глубокий пухляк на гораздо приятнее ехать чем по укатанному столу кайкушка и листочек а говорят на улице минус 4 а выходишь солнце и такая кайфуха какая зима кто про нее слышал я нет немножко серпантинчик и ожидается погнал на ахун а а а а Субтитры добавил DimaTorzok Башня на горе Ахун, 30 метров, ну похоже сама по себе на средневековый замок или какую-нибудь крепость На самом деле была построена в 1935 году по распоряжению Сталина за 108 дней Мне нужен чеколад, мне нужен чеколад, мне нужен чеколад Как мне рассказал сейчас сотрудник, человек, командующий колесом обозрения Ну в общем на колесе обозрения туристов прибавилось Поскольку башня закрыта, им повезло И на колесе обозрения стало больше туристов, 300 рублей Цена оброса, колесо обозрения выше чем башня Поэтому я пошел на него, сейчас посмотрим, что будет видно Башня, трещина, как он говорит, что башню на поддержание башни там 1050 С его слов в год вкладывалось в ее содержание Колесо обозрения 350 Не знаю насколько достоверная информация В общем смысл в том, что башня закрыта Листа здесь нет И посмотреть на город неоткуда Печально Будем смотреть с колеса обозрения А еще поднявшись к башне Ахун Температура падает градусом на 3 Холоднее чем внизу Высота я так понимаю 701 метр Потому что пик 701 здесь написано 701 метр высота Субтитры добавил DimaTorzok Метров 300 от Ахуны Ну отъезжаем от Ахуны с парковки И не направо поворачиваем А проходим прямо метров 200 Ну вот как на стене написано Здесь был ресторан Ахун Такое прикольное место Можно посмотреть Ну и посмотрю может быть там какой-нибудь вид будет На город с этой точки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Еще цокольный этаж такой Огромный здесь Вот Бутылочка Бейкер-мейстера Осталась С 1935 года Добро пожаловать в вас Огогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогого ну что прикольная избушка такая любитель полазить по всяким бомбоубежищем и заброшенным зданием must have приходите приезжайте погнали дальше а Сочи. Солнце, море, сноуборд и кайф. Февраль 2020. Кайфуха. 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 Яхточки не успел посмотреть. Как называется. 56 фит. Кайфуха. Кайфуха. Субтитры сделал DimaTorzok Сочи, бомба! Едем смотреть закат! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая принцесса покатала нас на закате в Сочи. Принцесса 56 фит. Вот такой вот аппарат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, прикольно. Старширинг, 5 рублей в минуту, паракат скутера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И два шлема в комплекте. А где два, непонятно. Под сидухой один, наверное, один в кафре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парам-пам-пам-пам-пара-пам! У-ху-ху! Звездная дорога Ютуба выглядит вот так. Наверное. А может, и не так. Ну, короче, это Сочи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне говорили, что количество газа, которое влезает в баллон, зависит от давления, с которым подается газ. В Иваново я заливал и специально спрашивал это на заправке 16 атмосфер. Здесь на Мацесте газ подается с давлением меньше десятки, примерно. Ну, в общем, 9,5 атмосфер и влезло на пол-литра больше, чем в Иваново. Где правда, брат? В чем сила, брат, непонятно. Короче, 39.12 литров по 25 рублей на 978 заправился. Вообще ничего не понимаю. Ну, ладно, погнали. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ